Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Номер 5, урок 12. Составляем выражения по рисунку и объясняем их смысл. Рассмотрим рисунок. А теперь придумываем выражение и объясняем смысл. Первый столбик. 8. Прибавить 1. Можно сказать, что 8 человек стоят, а 1 сидит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Найдём общее количество людей. Для этого мы к 8 прибавляем 1. 1 человек сидит, а 8 человек стоят. Находим общее количество людей. Для этого к 1 прибавляем 8. 9 человек стояли. А 1 человек сел. Найдём, сколько людей стоит. Для этого мы от 9 отнимаем 1. Пришли 9 человек. 8 из них стоят. Находим число сидящих людей. Для этого мы от 9 отнимаем 8. 2 столбик. 7 человек без цветов. И 2 человек с цветами. Найдём общее количество людей. Для этого мы к 7 прибавляем 2. 2 человек с цветами, а 7 без цветов. Находим общее количество людей. К 2 прибавляем 7. Было 9 человек. У 2 из них цветы. Находим число людей без цветов. Для этого мы 9 отнимаем 2. Было 9 человек. 7 из них без цветов. Сколько людей с цветами? Для этого мы 9 отнимаем 7 и получаем 2. Третий столбик. 6 плюс 3. На картинке 6 девочек и 3 мальчика. Сколько всего людей на картинке? 6 прибавить 3 будет 9. В комнате 3 мальчика и 6 девочек. Находим общее количество людей. Для этого мы к 3 прибавляем 6. В комнате 9 человек. 6 из них, девочки, найдём число мальчика. Для этого мы от 9 отнимаем 6. В комнате 9 человек. 3 из них мальчики. Находим число девочек. 9 минус 3. Четвёртый столбик. 5 плюс 4. В комнате 5 маленьких детей и 4 подростка. Находим общее количество людей. Для этого мы к 5 прибавляем 4. В комнате 4 подростка и 5 маленьких детей. Каково общее количество людей? 4 плюс 5. В комнате 9 детей. 4 из них подростки. Сколько маленьких детей в комнате? 9 минус 4 равно 5 детей. В комнате 9 детей. 5 из них маленькие дети. Находим количество подростков. Для этого мы 9 отнимаем 5. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...